Легендарному повстанцу Легендарному повстанцу Член Центрального командования ООН, последний главнокомандующий УПА, генерал Харунжий Василий Кук, принадлежал к поколению украинских патриотов, которые, не задумываясь, могли отдать жизнь за свободную и независимую страну. Поколение, которое сформировалось под влиянием участников боевых действий Первой мировой войны, а затем украинской Галицкой армии. Они уже видели смерть, видели кровь и готовы были к радикальным действиям. Большинство общества, как правило, не участвовало в войне и не видело ни окопов, ни трупы. Но те, которые вернулись, были настроены радикально. И они оказывали большое влияние на молодое поколение, представителем которого и был Василий Кук. Одна из основных идеологий, которую исповедовали вновь созданные украинские организации, такая, как Украинская военная организация, заключалась в том, что надо уничтожить в украинцах страх перед тюрьмой. Идея зашла так далеко, что эти люди лишились страха не только перед тюрьмой, но и страха перед смертью. Василий Кук родился в январе 1913 года в поселке Красном на Львовщине. После Первой мировой войны эта территория была оккупирована Польшей. Мой отец был рабочим, мама была крестьянкой. У отца было немного земли, поэтому считал, что необходимо своих детей учить. Он вообще говорил, что-то может пропасть, а то, что будет в голове, то всегда будет с тобой, и всегда тебе поможет. Он послал меня в гимназию, как и других своих сыновей, учиться. И поэтому я учился в гимназии с 10 лет. В гимназии Василий вступил в национальную скаутскую организацию «Пласт». А в 1929 году, после образования ОУН, стал членом ее молодежной организации. В это время, на фоне внутреннего политического кризиса в Польше, в Галичине начинаются репрессии против украинского населения, которое оказывало сопротивление политике колонизации, ассимиляции и ущемления его прав. Польша проводила массовые акции, так называемые пацификации, умиротворения украинцев. Это был массовый террор против украинского населения. Тогда польские драгуны просто заходили в украинское село, и все население подвергали экзекуции. Активисты сельские или просто те, кто занимался посетительской деятельностью, могли быть репрессированы, посажены в тюрьму по каким-либо обвинениям. Все мужское население просто били и наказывали шампалами, причем так, чтобы покалечить людей. Могло это не вызвать сопротивление? Конечно, оно обязывало его вызвать. Доминирующая часть населения Западной Украины были украинцы. Они либо должны были смириться с тем, что их унижают, либо должны были протестовать. Новое поколение сказал нет. Мы потеряли государство, теперь мы совместными усилиями это государство отвоюем. Мы своими усилиями эту государство отвоюем. И Василий Кук посвящает себя политической борьбе. С 1932 года он становится активным членом Организации украинских националистов. В качестве связного перевозил в Краков и на Волынь оружие и нелегальную литературу. За революционную деятельность его несколько раз арестовывала польская полиция, а в 1934 году он был осужден на два года заключения. После выхода из тюрьмы Кук возглавляет Золочевское уездное руководство ООН. Чтобы избежать ареста, в 1937 году он перешел в подполье. К причинам непримиримой политической борьбы добавились и личные мотивы. За деятельность в ООН в 1937 году польскими властями был казнен его младший брат Илярий. Мать была на той казни вместе с Василием. Она его держала за руку, а когда казнили его брата, говорила, смотри, сынок, и помни, кто это сделал, и почему это сделал, и за что он умирает. Я думаю, что такие личные мотивы также играли большую роль в том, что этот человек был словно железный. С началом Второй мировой войны Василий Кук организовал и возглавил штаб походных групп ООН в восточных областях Украины. Эти группы должны были организовывать работу органов местного самоуправления. В походные группы было записано не много, не мало 12 тысяч человек. 12 тысяч подготовленных бойцов, вышкаленных политически, которые должны были по ходу немецкой армии заходить в украинские города, перенимать там на себя административную и гражданскую власть и провозглашать там Украину. Так вот, походными группами их формированием занимался лично Василий Кук. После неудачной попытки провозглашения акта восстановления украинской государственности 30 июня 1941 года во Львове, ООНовцы решили провести аналогичную акцию в Киеве. С этой целью в июле 1941 года Василий Кук организовал и возглавил киевскую походную группу, которая через тылы двинулась в столицу. Но под Киевом фронт остановился на два месяца. И когда он остановился, этого времени хватило ровно настолько, чтобы немцы сумели вычислить всех неместных. За два месяца их обнаружили. Их арестовали возле Василькова. Во время транспортировки арестованных Куку удалось сбежать из-под стражи и добраться до Львова. Весной 1942 года Василий Кук возглавил командование ООН на юго-восточных украинских землях с центром в Днепропетровске. А с образованием украинской повстанческой армии возглавил УПА «Юг». Это часть повстанческой армии, которая действовала на территории Подолья, а также частично охватывала территории Киевской, Житомирской, Тернопольской и Ровенской областей. Интересно, немцы считали, что Лемеш, а у него был еще псевдоним Юрий, что это какой-то неимоверный разбойник. Крупные комплекции, очень мощный, сильный, какой-то сказочный рыцарь. И они его никак не могли поймать. Якука спросила, почему Вас не поймали? Он говорит, просто потому что они были дурачки. Он надевал обычные кирзовые сапоги, фуфайку, ростом был невелик, щуплый и ездил, как простой крестьянин. Никакой немец не мог вообразить, что этот человек руководитель УПА «Юг». Василий Кук руководил УПА «Юг» до тех пор, пока советская армия не оттеснила немецкие войска к западным границам Украины. Серьезную угрозу для УПА в то время представляла советская армия. Для борьбы с так называемыми «ауновскими» бандами советское командование отправило несколько дивизий НКВД. В апреле 1944 года они начали карательные акции против УПА. 21 апреля военные подразделения Кука вынуждены были вступить в бой с войсками НКВД возле урочища Гурбы на Ровенщине. Силы были неравными, но воинам Кука удалось выйти из окружения. Битва под Гурбами продолжалась целую неделю. Когда я там оказался, была ситуация, что никого больше не было из командиров, кроме меня. Командиру по северу с войсками оказался возле Гурб, но на территории, занятой немцами. Фронт разделил нас, и поэтому я сформировал командование из тех людей, которые там были. И я руководил тем боем под Гурбами. Хотел все те подразделения перекинуть на восток. Я не хотел этого боя. Там мы потеряли много людей. В 1947 году Василий Кук стал заместителем командующего УПА Романа Шухевича. А после его гибели, 5 мая 1950 года, избран председателем командования ООН в Украине и главнокомандующим Украинской повстанческой армией. В условиях полной оккупации территории Украины советской властью, Кук выбирает другую тактику борьбы. После 1950 года, особенно после гибели Шухевича, Кук, новый руководитель подполья, фактически запретил вооруженные акции. Он их позволял только для самообороны или получения оружия. В основном делали ставку на агитационные акции, работы с молодежью, работы с кадрами, продвинуть подполье на восток максимально. Они понимали, что боевые акции их только засвечивают и приводят к большим потерям, а Советский Союз не экономил на больших операциях. Центральный комитет Компартии Украины по команде из Москвы ставил перед когибистами задачу уничтожить Василия Кука или схватить его живым и заставить работать на советскую власть. Операцию по захвату лидера сопротивления контролировал лично Никита Хрущев. В апреле 1954 года Кука взяли в плен сотрудники КГБ с помощью завербованных бывших подпольщиков. Очень часто использовали такие, например, вещи, как они еще называли сюрпризы, отравление еды или добавляли реактивы, такие как Нептун-47, за счет которого Кука и взяли. Накормили супом с этим веществом, его и парализовало. Это был нервно-паралитический препарат, который полностью парализовывал человека на несколько часов. Когда началась хрущевская оттепель, он был отпущен на свободу. Перед этим Кук написал так называемое «открытое письмо» к деятелям ООН за границей. Продолжать подпольную работу в тех условиях уже было нецелесообразно. Я тогда искренне говорил, из-за границы прислать людей и создавать такие полные организации уже было нецелесообразно. Я считал, что этого делать не надо. И даже когда были шестидесятники, я встречался со Стусом. Я ему также говорил, не делайте никакой подпольной организации, потому что они вам впихнут провокаторов и вас всех посадят в тюрьму. А вы используете эту позицию самоопределения, вплоть до отделения. И вы имеете право такую работу проводить. Ему надо было донести до тех людей, что сюда не надо никого присылать, потому что они пропадут не за грош. Он нашел такую единственную возможную форму, которая была реальна в ситуации. Ежедневно нас ждал исполнения смертного приговора, и это над ним давляло до 80-х годов. Известно письмо Федорчука Щербицкому, который написал, что этот человек на сотрудничество с системой не пошел, он нас обманул. Как он докладывал, не разоружился идеологически и остался при своих взглядах. И предлагал применить к нему смертную казнь. В 70-х, 80-х годах Василий Кук занимался научной работой в Центральном государственном историческом архиве и Институте истории Академии наук Украинской СССР. После распада СССР издал в биографические очерки о Степане Бандере, Романе Шухевиче фундаментальный сборник документов «Украинское государство. Акт 30 июня 1941 года». Ушел из жизни легендарный Василий Кук осенью 2007 года. По завещанию его похоронили в родном поселке Красном на Львовщине. В течение всей жизни он был человеком независимым и не склонялся перед сильными мира сего. Не позволил себе принять звание Героя Украины до тех пор, пока государство не определится со статусом воинов УПА. Был неразговорчивым на публике, но свои взгляды и убеждения отстаивал твердо до последнего дня.